Мы с Дэном приехали в огород. Родители уже здесь. Что-то тут копаются, не знаю. Сейчас пойдем посмотрим, что делают. Что ты водишь? Привет. Яблоки порвали. Яблоки? Все важно. Колеску безрезку пили, надо ее маленько эксплуатировать. Красивые яблоки. У нас тут производство. Что вы делаете? Жалко яблоки вывозить тоннами. Здравствуйте. Что ты тут делаешь? Ой, яблоки сушу. Зачем здесь, если с сушилкой? Сушилка. Сушилка, вон, куча. Набирайте. Сушилка, во-первых, наверное, там так много нет. Не насушишь. Будь здоров. Ну, будь здоров. В сушилке так много не насушишь, я думаю, все равно там электричество сколько она ждет. Сушилку, кстати, ее привезти бы сюда в огороде, если свет. Алло, поставила уже. Нормально. А зачем она столько свет изжирает? Ничего не жирает. В огороде, ты считай, бесплатно съесть. А ты эту пастилу не делала с яблок? Ага. Ты же хотела делать. Я все перерезала. А смотри, сколько там их вон. Целую яблоку. Ну, надо это, собрать что-то. Сейчас он соседскую перехонял. Ну, сейчас это, пастилу, хорошо, наверное, даже вот на подоконнике, оно на этом, на балконе лучше будет хорошо ссохнуть. Теплицу целую, эту растерли. Сколько? Ведро, наверное, на 2 изреза было, да? На 2, наверное. А что, тоже заболела? Нет. А голос слышен же? Нет, это я просто... Что с грибами делали? Завалили? Завалили. Здесь 4 банки. Есть 2 банки и это просто в холодильник поставили. Как замариновали, что ли, на зиму? Ну, 4 банки, да, замариновали суп сама. А 2 банки просто отварили и этой же водой залили? Ну, мы тоже. У меня 6 банок получилось. И отварные тоже там. Ну, сейчас которые едим. И это. Еще бы можно было съездить разок, наверное. С грибами? С грибами полно, говорят. Полно их и чуть отварить минут 10 и в морозилку заморозить. Ну, мне некуда вообще. Ну, вот 2 ящика здесь за пустые. Конечно. Здесь, опять же, не всю зиму жарить. До 1 октября. Здесь до 1 октября, весь сентябрь. А там где-то что-то освободится, потом можно и отсюда их туда перевезти. Даже мяса некуда ложить, я все забью. Для мяса вот так пол ящичка осталось. Ага. Можно это? Сюда вот пока. Ну, еще один раз бы можно было, конечно, съездить. Ну, сейчас уже тоже не знаю. Тоже нормально. А ну, привезешь. Ой, ну, потом как-то перерабатывать. Чистить их вообще ужас. Блин. Ну, пока все переработаешь. Эти банки. А, кстати, насчет этой... Закаточной машинки, Денис. А что, не закатывал машинку, что ли? Она все, ладно. Она изношенная. Она моя рабочая. Она изношенная. Да? Я ее разобрал, посмотрел. У нее вот эта втулка вот, она же дюралевая. Я еще когда взял, начал, она вот так болтается. А поджать ее уже не подожмешь ближе. А я ей закатываю все в жизнь. А зачем ты выкинул там? Она у меня ходовая. Ну, а я из-за этого, потому что начал. Первая банка еще более-менее, а вторая уже все. Ну, ладно, там у меня еще... А ты выкинул? У меня еще вот такая вот есть. Ну, мы тебя купим. Зачем? Она изношенная была уже, мам. Я не знаю, это с ней работало вообще. Ты, наверное, и эту закрывала. У тебя же и такие. Закрывала. Ну, еще две. И это тоже плохая, вот эта, которая закрывает. Я в последнее время... А вот эта прям втулка, видно прямо надеется. Вот Денис, купил 310 рублей. Мы тебе такую же купим. Зачем? У меня еще две. А вот ее отдадим еще. А, ну да, или отдадим. Она же все равно не закрывается. Нам же не нужна. Факт, потому что я говорю, она дюралевая. А думал, хоть этот диск вот этот можно будет поджать. А он не ходит ни туда, ни сюда. Ее чисто получается, он заворачивается. А надо ее ближе поджимать хотя бы, чтобы... А как она мне закрывалась? Из-за этой втулки? Не знаю я. Я уже туда это засунуть хотел, не получается. Зажимать начинаешь? Ну ладно. Зажимает и не крутится. Нет, у меня еще две есть. У меня еще две есть. Но там мне что-то почему-то больше как-то нравилось. Ну, я не знаю, как с ней вообще закрывали. Не знаю, блин, я закрывала как-то. Нет. А это сейчас взяли такая вроде, за три с чем-то. У нее вот эту втулку уже не надо ничего. Уже давай собрали? Чист вот этот диск, который нажимает. Нет, ну мы как, мы тут так-то давно, да? Один раз прокрутим, расправим, но там как резьба будет. Думаю, сейчас вот дорежу я буду кидать. Вроде нормально, металлистик там дюралевого вроде ничего нет. Резьба только вот эта и все. Она сразу, короче, начал. Та что-то не зажимает, она вот этими ребрами так и оставляет. Переваривая банка, зачем у нас текет начинает? А я ее знаешь еще где делала? Пирог вышел. Вот тут же есть вот такая. Я вот так возьму, так ножом как-то подкручу. Вот ее, а она все уже. Я хотел вот этот сам диск, хотел ближе подвести, а он нифига не идет уже. Что значит она уже это? Так ей у нас сколько лет-то этим уже? Она прям съела, там видно прям. Вот так вот болтается. Как раз вот если бы у люфта не было вот этого, она нормальная была бы. Пирог нет пока, Лена, не хочу. Вы пироги напекли? Я еще только яблоки вот набрала, думаю это. Я с картошкой с мясом пекла и с яблоками. С картошкой с мясом еще более-менее получился. А что-то с яблоками это. Денис мне поставь, поставь воду вниз. У меня же горит обычно, я поставила, а он мне вообще там не пропекся. Как-то не знаю что. А там мощно видать, или термопары нету, не пойму в этой микроволновке. А, в этой духовке? Или она не работает, или там по идее он сколько должен нагреваться, он вырубать там должен. А вот видать он жарит и жарит и жарит и жарит. А я еще говорю, только яблоки сколько уже пошли, я еще ни разу пирог даже не пекла. Ну у нас-то не было уже. Думаю хоть пирог испечь тоже с яблоками. Да с вишней, думаю хоть испечь тоже. Вообще ни разу пироги не пекла даже. Я говорю, если бы нам в детство вот это все, да, мы бы, наверное, самые счастливые дети были. Вот сейчас вспоминаешь, ну что мы жрали, вот какие-то черт те черт. Натурально подножим корму. Натуральные продукты ели чего-то. Ну какие натуральные? Как лето на весна начинаешь лазить по этим? Горох, молоко. Начинаешь с этой дикарки, ну дикарку вот кто сейчас из детей ест, да? А мы ее жрали вот такими этими набирали, соль макали, с хлебом дикарку жрали. Это от хорошего что ли? Я говорю, яблок там никогда никто не видел. Ой, я помню в школе росли какие-то две дикие эти ранетки, да? Их в рот взять нельзя невозможно, там оскобину набьешь. Они как эти прям железные какие-то, там никакой сладости не было. Мы их жрали, они еще не успевали, а как мы их натурально воровали. А что если так? Натурально воровали. Семьи есть по 5-6 села или калкаши. Думаешь они, черт ведь, дай-ка им, они тебе все зарубают. Да ну сейчас все равно, вам говорю, сколько этих садов заброшено, сколько этих яблок. Они вот никому не нужны. А я помню у нас в школе охраняли вот эти две дикие какие-то яблони там росли, ранетки даже. Ой, не дай бог, если ребенок какую-то ранетку там сорвет. Мы ночью ходили, лазили. Там блин, сторож был. Там нам точно, если бы поймали, до смерти бы забили. Ну правда так ужас. Мы за горох уходили. Ужас. Там какой-то объездщик был назывался, с поля объезжал. И он нас тоже гонял с горох. Ну то, что притаптали, топтали. Но все равно край, что там человек растопчет? Много дети съедят, гоняли. Ой, за каждую хорошую. Я говорю, вот сейчас вспоминаешь. Я говорю, вот нам бы этого детства все эти яблоки. Ну правда, вот ничего не было. За чего не было, я не знаю. Наверное, варенье не варили раньше. Не варил его никто. Сахар не был. Я тебе говорю. Некогда было варенье варить. Нет, оно может быть и некогда. Может быть и время, наверное, бы нашлось. Вот знаешь, мне кажется, вот из-за чего не варили. Оно считалось баловством каким-то. Ну как это? Есть варенье, это баловство какое-то, да. Вот сахар купят, помню, в углу поставят. Вот на маленький. Только мать купила, поставила. Только мать ушла, отрезаешь, ломучь хлеба. Раз его вначале в воду намочишь, а потом в мешок с сахаром. Вот так. И потом это все приедем. Ты тоже так пел, да? И едим. Сметанку, бабки, маску. А потом сверху посыпали сахаром. И это было, знаешь, вкуснее всего. Я говорю, что это самое. А варенье варить? Ты что, сахар? Да на варенье? Да кто ведь? Нет. Так ягоды же собирали. А? Ягоды же собирали. Ягоды собирали, я знаю, что вот у нас мамка собирала, продавала. А если ты хочешь какую ягоду поесть, иди собирай, да ешь. Вот единственное, что мы делали, когда ягоды, соберешь себе эти ягоды, да, в кружку придешь домой, с молоком вот так вот толчешь и ешь. А сушили на пироги? Сушили на пироги, во-первых, редко. А если сушили, то их действительно пекли по праздникам эти пироги. Натурально по праздникам. И по праздникам вот пекли какие-то. По праздникам либо на поминки, либо на поминки их пекли, либо на свадьбу. Сватовство, о, какая свадьба. Раньше-то стало это не как сейчас накрывают в ресторане. Деревенские свадьбы, что те же щи, картошка тушеная, пирогов напекут. Я даже помню, вот каша гречневая ведь была в дефиците. Ну что, гречка была в дефиците, что ли? Поехала. У нас же гречка к ней не была. Я беременная тобой была, ты представляешь, уже тобой, это был уже 85-й год. Я была тобой беременная. Вот пойду в старой части, там возле первого магазина был мясной, и там только диабетиком лежала гречка и молочная колбаса. И больше ничего не только диабетикам давали. Вот. Это уже был 85-й год. Какая колбаса для диабетиков? Молочная. Молочная и колбаса для диабетиков. Я помню мясной магазин был напротив Самарской академии. Да, да, да. Вот про этот я тебе и говорила. Я туда ходила точно. Потому что я помню, как там вкусно пахло колбасой. Вот. Вот. Ой, я не знаю, как в других областях, как в других регионах было, но у нас так вот было. У нас из всего делали дефицит, но он и был дефицит. Я говорю, гречки не было. Я не знаю, я вот помню тоже с детства, вот там в деревне кто-то умирал, поминки какие были. Я помню, мамка, бабы приходили с поминок и всегда говорили. Ой, какие поминки были хорошие. Гречи и каша была. Это вот, представляешь, как гречка ценилась. А сейчас вон все лежит. Кому ничего не надо. Ну, кому ничего не надо. Раньше в основном картошка, да щи были. А, лапша еще иногда. Ты знаешь? Я говорю, вот я не знаю, как в других там регионах может или как это заведено, в каждой деревне какой-то был свой уклад в жизни или в каждой семье этот был такой уклад. Я даже не знаю, как вот сейчас все это расценивать. Но обед был очень прост. С утра мамка затопляла печь. Ставили чугун со щами. Чугун точно, наверное, ведерный был. Вот ведро, наверное, там было со щами. И вот такая большая чашка была какая-то, по-моему, она алюминиевая, да? Картошка. Или каша как бы пшенная. Все это с утра ставилось в печку. Мы приходили со школы. Это был и обед, это был и ужин. Это было все. И никто больше ничего не варил. Потому что варить было не на чем. Газ в нашу деревню. Ты, наверное, уже помнишь, когда провели газ. Ты уже помнишь. Это был уже девяностый год, когда газ твои подвели. Вот. Не было газа. Вот. Это как анекдот. Газ мимо деревни проводили, а в деревне никто его не заводил. А варить было? Творок что не делали. Молоко, творок, ничего не было. Ален, нет, это делали. Но ты знаешь как? Жили очень даже, очень, очень даже скромно. И вот мамка старалась как-то. Ну себе оставляли, конечно, молоко. Но там же то просенок маленький, его тоже надо молоком вскармливать. То теленок маленький, его тоже молоком надо вскармливать. Тут своя семьюща большая. Дети надо всем молока, чтобы достать. А если одна корова, ну что там от нее? Вот. Там даже молока не оставалось на сметану пересепарировать, чтобы там. Потому что коров, как правильно, держали по одной корове была на семью. А с одной коровы семьи были большие, там больно не возьмешь. Ну если даже было две коровы, ну там вот одна на семью, а вторая, как говорится, немного кормила. Люди набирали там какую-то сметану, молочко продавали. Также детей как-то маленько одевали. Там что-то другое покупали немного. Там же сутки надо тоже, видите, чтобы постель и одежду как-то купить. Вот я говорю, вот сейчас, я вот, как сказать, мы вот это вот, вот это вот все, я даже не знаю, оно нам пригодится или нет. Но вот это вот осталось с детства, что вот это вот нельзя, чтоб пропадало. Вот это осталось точно с детства. Вот нельзя, чтоб вот пропадало. Вот жалко. Вот я говорю, оно не знаю, мы бы его съедим, не съедим, и вот переработать вроде бы надо. И всегда вот, я говорю, когда я увижу вот то, что валяется, мне секс обливается, вспоминаешь свое детство, и секс обливается. Жалко, жалко, жалко. Труды свои жалко, растишь, растишь, обрабатываешь, обрабатываешь. И вот у нас, ну у нас вот по сути же маленькая семья, вы и мы, нас четверо, все, кому есть. Господи, были бы внуки, может быть сейчас бегали бы и грыли бы и ели бы. Ну а че, ну, ну, к кому. Ну, а, так сказать, ну, на половину делить, как-то, вот спор. Юлка, вот она вообще ничего не берет. А к маме, нас мучитель взрослых, нам куда это все. Что не зуб болит, он сказал? Зуб болит у нее. Она его лечила в платной клинике, отдала 8 тысяч за него. И ей нерв не удалили. Залечили так. А мы там накупались и у нее, не знаю, на четвертый день всю ночь болел зуб. Она бегала в аптеку, купила мирместин, что ли, вот она пила все там. Потом у нее вроде маленько затих. А приехала туда, у нее там дожди, дожди хуже, видать. И она опять это... Потом мне говорили, не вызреют, не вызреют. Смотри, лето короткое, а ты посмотри сколько цветов на них. На них столько бутонов, ты посмотри сколько. Так баклажанов полно. Вот смотрите сколько здесь баклажанов. А тут перец что-то. Да. И вот смотри сколько цветов на нем же. Смотри, только они не вызреют, видишь, вон. Баклажанов вообще куча. О, там вообще сколько? Чветы. Вот баклажаны. Им не хватает лета. Их очень много цветов. Вот баклажанчик. Вот. Классно. У нас смотри какой малюсенький лезь тут. Много лета им не хватит. Уже картошку можно копать. О, вы там что выкопали уже или на еду? Пойдем, я тебе покажу как у нас опять зацвела клубника. Клубника зацвела? Зачем? Ну там она ремонтантная, а вот эта нет. Смотри, тоже зацвела. А это нет. Я сейчас только клубник полю. Вот зацвела. Это еще что ли ягоды будут? А смотри, вот иди сюда. Ой, яблоки нормальные же. Нормальные. Вот иди сюда. А что это значит? Второй урожай что-то? Нет, это сорт такой, ремонтантная. О, яблоки какая. А эта тоже зацвела, которую все лето нам плоды дают земляника. Тепло стало, вот она и цветет. Вон второй этаж сделали, вот там, видишь, там сушатся. У нас эти яблоки сушатся. Помидоры красные, что ты не срываешь? Не знаю, там же дома полно. А вот и вот. А, смотри, Алиса зацвела по новой, видишь? Вот ее бы сейчас спалить. Смотри, вон она вся зацвела. А это яблони, которые такие, медовые яблоки, она в этом году не помнит. Ой, она какой год уже, там два-три яблока и все. Вот, смотри, огурцы цветут. Это новые и все с огурчиками. Капец, мы что до декабря их будем есть? Там, кстати, глины и сорвите свежие. Смотри, сколько помидор. Да у нас это есть. Али, глянь, сколько помидор. Капец. Куда девать только, кто ездит. Вон, какая яблони у соседа смотрю. Тоже никто уже не собирает даже. Никому не налит. А помидор, а помидор, а помидор. Ужас-то, вот глянь, с этой стороны что. Они даже не держатся, все падают, они все в помидоринах. Смотри, что. Ой, это вот все упали, тут красные, хоть пособирать надо. А ты что большое ведро взял, там такое же, как у Дениса был. И что собираешь? Обрывать, что ли, помидоры? Зачем? Пусть краснеют. Ну, а красные, а вон там они все уже на корню. Так они вон на корню красные, они же гнить начнут. Вот красные подкормят. Вот куда девать все проблемы. Вишенка. Я думаю, надо половину мясорубки и такие помидоры заливать, как томаты. Получается, помидоры и томаты, как сок. Матонка, ты смотри, тут какие сосульки весяшь. Вот с этой стороны. Огурцы, что ли? Да. Вон, поглядите, какие сосульки. Ага, что ты их не собираешь, они огромные. Ну, огромные, а кто есть, никто не хочет. Ой, а вот этот огромный. Вот этот вообще уже как кабачок. А они, знаешь, какие сладкие и сочные? Хоть они и крупные, они такие сладкие и сочные. Как кабачки. Ага. Собрать надо жалко же. Ну, собрать надо. Тут огурец. С мою руку. Надо собрать. А там яблоки сушатся. Да, яблоки сушатся. Ага. Тут в теплице им хорошо идут, уж не страшно. Ага. 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 Ага.